Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во грабе живот дарован. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во грабе живот дарован. Господи, благослови нас на эти занятия, дару нам мудрости понять Слово Твое, и не только быть слушателем Слов Твоих, но и исполнителем. Тебе за все, хвала, слава, чести, поклонения, Отец и Святой Твое, и Господи, благослови нас на эти занятия. Евангелие от Матфея, первый том толкования, страница 97, Евангелие от Матфея, 12 глава, мы остановились с вами на 45-м стихе, точнее прочитали, да? И комментарии Игнатия Тихоновича, в крещении, принятом по вере, человек получает прощение грехов. Георгия 22.16 Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Он облекается во Христа, получает белоснежную одежду, брачную. Галатам 3.27 Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Но речь идет не о механическом крещении, хотя бы и с троекратным погружением, но принятом глубоко, сознательно, с искренним раскаянием в прежней греховной жизни. Когда разум, совесть, очищены Словом Божиим через принятие Его и исполнение. Иоанна 15.3 Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Сегодня в подавляющем большинстве православных храмов, старого или нового обряда в России или за границей, ко крещению подходят не как в завершающем момент в обращении из язычников в христианина, но подходят как язычники к своему шаману. Что-то невнятное будет прочитано, какие-то непонятные действия, движение батюшки, одетого в особую одежду. Без веры этот ритуал для человека ничем в его сознании не отличается, как таинство для дикого тунгуса. К крещению подходят как к языческому оберегу, от несчастного случая, от порчи. Правильное понимание крещения – это мысль Духа Святого, отображенная в Библии. В крещении человек омывается, освящается от грехов именем Иисуса Христа и Святой Троицы. 1 Коринфянам 6.11 И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Только при истинном крещении человек получает очищение от нечистой силы, при полном отречении от нее и хранением себя в заповедях Божьих. В противном случае, если человек приходит к окрещению совершенно неподготовленным и не думает менять свою жизнь, начав жить по Слову Божьему, тогда в нем не происходит никакого изменения, никакого очищения от Слова Духа. В житии Святого Макария Александрийского 19 января написано, что во время богослужения, во время самой божественной литургии в храме присутствуют демоны и сам сатана, и даже становятся на место настоятеля. И страшно сказать, когда все видят, как священник подает причастие причастникам, в действительности же оказывается, что злые духи эфиопы вкладывают в уста этого причастника адский уголь. 1 Коринфянам 11, 27, 30 Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая теле Господне. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Если такое совершается в таком страшном таинстве, значит, это может совершаться и в любом другом, когда люди не судят сами себя и недостойно подходят к таинству. Согласно этого видения и того, что открыто было Симеону Юродивому, Макарию Египетскому и Антонию Великому, подобное может состояться с любым, кто недостойно приступает к таинству, причащению, крещению и другим. Всюду, где встречаются упоминания о крещении и причащении и о благотворном действии этих таинств на человека, всюду имеется в виду только то, что человек приступает с полной верой, со страхом, раскаянием и в чистоте, не возвращаясь к нижним грехам. Ну вот, затрону очень важные вопросы, то, что именно касается православия, не где-то там язычество, это крещение и недостойное причастие. Причем много-много лет мы это слышим, нам, наверное, это уже приелось, да? Ну понятно, троекратное погружение. Вы вспомните, кто когда об этом узнал? Ну я лично узнал на занятии по изучению Священного Писания. Это 1994 год. Был моченый, так же, как многие в основной массе своей, в московской патриархии, в покростном соборе. Вот действительно, что здесь Игнат Тихонович комментирует, говорит, что-то невнятное прочитал священник, народу много было, ничего не понимаешь, что-то происходит. А вот это что-то и себя тешишь, а что-то же произошло. Я моченый, и что-то будет у меня в жизни не так, лучше. Я же надеюсь, чтобы у меня хорошо все было в жизни сей. Так это какой подход-то, языческий? А о вечности ничего не знал. Это 1992 год, я четвертый сказал, да? А, ну ты на занятия попал. В 1992 как раз было мочение по осени. А почему я в церковь пошел? Жил на квартире у бабушки, которая сказала, что будет конец света. Даже и говорит смешно. Ну так было, я ничего не знал. Никакой Библии в руках не держал, не читал. Поверил бабушке это. Она говорит, надо в церковь идти. Она иногда там бывала, на Пасху, еще когда-то, на Пятидесятницу. И пошел, и вот меня, даже знаю, отец Валентин был такой, маленького ростика. Он невнятно так говорил в Покровске. Кто ходил, может помнить, он уже умер, не знаю, в каком году. Ну, вот это вот, что, крещение, когда человек не знает о Христе? Нет, конечно. Да и не было. Даже если он и знает что-то, но с Библией это надо сверять, знает ли он именно согласно Библии. Исследуйте самих себя, верили ли вы. И потом можно и троекратным погружением тоже погрузить, все правильно сделать, но уверовал ли он, этот человек? Вот, опять же вспоминаю, одногруппник был, в университете учились. Тоже собрался в церковь, еще до моего, так скажем, похода туда, прихода. А зачем, Славу назвали, я спрашиваю, зачем? Да вот ко мне воры там залезли и украли там монетафон, там еще надо пойти креститься. Ну, вот так вот, какая связь с ворами и с крещением. Такой уровень. То есть, тоже жил где-то на квартире и в форточку залезли. Ну, и вот о чем уже сколько лет, кричит, кричит один человек, но другие есть, тоже подхватывают этот крик. И настолько это злободневно и актуально, что люди-то не крещеные в основной массе. Даже сами священники и епископы. Тут были у нас, приезжали священники, которые осознали это и приняли погружение в крещение. Ну, а причастие тоже не менее злободневная тема, так сказать. На злобу дня так говорится. То есть, человек должен быть подготовлен. Когда подготовка идет? С ним заниматься надо, с душой святой. Чтобы была подготовка. По священному писанию, по толкованию святых отцов, разъяснять. А не так, что вот там что-то есть и пошел. Да то, бывало, доходило до того, что сигарету бросит перед храмом. Пошел на крещение или на причастие. А то и хоть говорит батюшка, не кури там день или сколько-то. А потом, ну, сам как уже. Да какой же страх Божий-то? Со страхом Божьим. И с верой приступите. Страх Божий вам смирение тебе будет давать. И сокрушение, недостоинство твоего, что ты кто такой стоишь сейчас в храме, когда тебе это все будет преподноситься. Господи, кто я такой? Вообще никто и ничто. Если недостойно приму, что со мной будет? Почему сейчас минутку в молитвах там говорится? О, страшное таинство. Ну, там по-славянски. О, ли страшное таинство. Другого. То есть я опаляем буду, но не сгораю, Господи. Ну, давай, брат. Да я просто вопрос хотел. Ты вот взял и написал две вещи. Крещение. И сейчас начал тоже о причастии говорить. Так я вот не понял. Когда мы говорим о крещении, то почему происходит? Один друг раз и живой, веровал. А другой ходит, ходит и как мертвец, поскрашенный в рот. Отчего это происходит-то? В чем суть-то? У нас вот книг сколько в нашей общине, Игнать Пик, сколько книг написано? О чем они говорят? Все православные книги. Имеешь в виду о наших общинах. Почему? Он вообще о православной вере. Вот странная вещь. Один родился, а другой не родился. Отчего это происходит? У тебя же было, ты сам сказал, пришел, помочили и чего? Произошло крещение или не произошло? Родился ты или не родился? Нет, конечно. А главный стих, что он говорит-то? Как человек рождается? Отчего? Рождение, жизнь. Необходимо Слово Божие. А я же не слышал. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. А Слова Божия я не слышал. Апостол Иоанн, три ступени. Покаяться, креститься. Что ты имеешь? Сами крестись, покаясь. Все время выпускают. И очень главный момент. Игнатий все время стучится в наших сердцах, кричит об этом. Кричит всем на каждом шоку через все книги. И он говорит все время об одном и том же. Я вот смотрю, и никто как бы не реагирует. А рождение написано происходит от чего? Первое. Иоанн Креститель крестил, да? Было рождение там на нем? От воды. Было крещение покаяния. От воды. Рщищение некое было. А главный момент. От воды и? Духа. Духа. Вот это вот все время выпускается от Духа. Если человек, представьте себе, человек живет, живет, жизнь его какая-то странная, все происходит. И вдруг он раз, что-то произошло, кто-то его коснулся, и он вдруг осознает, как же так? Надо пойти умыть лицо. Надо пойти очиститься. Я не могу так жить по-другому. Отсюда и стих, который говорит, Господь предузнал своих. Вспомните, когда на Пасху, вот сейчас в празднике, вдруг появляется Христос и говорит ученикам, своим апостолам, идите по всему свету, и вдруг думал, примите Духа, на ком оставите, на том останется. Кого простите, тому и простится, да? То есть Духа. Вот это тут главный момент происходит в человеке только лишь тогда, когда касается Дух Божий. Все книги только об этом говорят. Мы все время забываем. И многих возмущают. Как же так? А я же тоже крещеный, моченый. А оказывается, им очень трудно признать, что Духа-то и не было. А вот это и главный страшный момент для каждого человека. Есть или нет? И Игнатий все время говорит на эту тему. Ты сам-то себя возьми, следуй, вспомни. Было у тебя это ощущение? Вспомните, как ученики Христос воскрес, рядом идет с ними, они ему рассказывают все, что с ним произошло, а потом вдруг его узнали, на преломлении говорят, а не горело ли сердце наше? Так вот, оказывается, как бывает. Так же произошло с апостолом Павлом. Шел, 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 выискивал людей, убивал буквально каких-то. Да новые тут какие-то сектанты завелись. И вдруг произошло событие, которое в Дамаске, когда Господа встретил, вдруг он переродился. Его решили убить. То есть жизнь и смерть, рождение и смерть. Вот где наступает водораздел. Рождение от воды и самое главное от Духа. Главный стих-то, Бог есть Дух. Мы о Троице-то говорим, о чем весь смысл? Центральный стих, вот где ключ. А отсюда мы переходим ко второму вопросу, то, что и коснется причастия. Может, нужно? Я дополню только стих Писания, продолжу твой, который ты говоришь, когда ученики шли рядом с Господом, и когда он ушел, уже стал невидимым для них, он горел, именно когда он изъяснял нам Писание. То есть как брат привел Римлянам 10-17, что вера от слышания, слышание от Слова Божия. Когда рождение свыше происходит? Когда он слышит Слово Божие. То есть когда написано евреям 4 главе, когда Слово Божие живо и действенно, оно судит помышление, намерение сердечное, то есть именно рождение свыше происходит от слышания Слова Божия. А там уже в дальнейшем все крещение. Причастие. Все. Ну то есть и Дух Божий действует как? Слово Божие надо читать, негать, следовать, изучать. Так? Как бы в полноте. Ведь Господь же, мы тут читали, говорил, что вы уже очищены через Слово Мое. То есть Господь проповедовал и очищались сердца учеников, и Дух Божий касался. Так получается? А разбойник на кресте он священное описание слышал? Вот просто такой вопрос, почему это важно. хорошего. Ну давайте, отвечайте. А все-таки, наверное, самое главное, вера. Про разбойника. Можно я, про разбойника? Это очень главный момент, почему, когда если бы такое было возможно, прожить жизнь, как ты хочешь, по своему усмотрению, ни на что не обращать и жить как язычник, а в конце, на последнем издыхании, вдруг с тобой был рядом Христос. Вот событие такое, это единственное, почему написано, стих говорит, последние будут первыми. Он же вроде был последним, да? А вошел первый в рай. А где остальные находились, души которых выводил из-за до Христос? Все пророки, все святые, которые были, они ждали, и он им открывал двери там, то есть вывел их оттуда, а они были первыми, а оказались последними. А первый вошел кто? Этот разбойник. И как произошло? Самый главный момент рождения от духа. Вот представьте себе, просто, это понятно, что у католиков так развито у нас нет. Человек на кресте, ведь они написаны, поносили оба, и тот, и другой. И вдруг один осознал, а другой ведь нет. Но я-то достойен, понятно, увидел всю свою жизнь перед смертью, пролетает, как мгновение вся жизнь. Но я-то достойен, а этот-то человек, а этот воскрешал из мертвых, этот улечил, такие чудеса творил, которые ни один из пророков не делал. И он вдруг осознал, Господи, и что, самое главное, он говорит, я не достоин быть в этом царстве, даже я понимаю это, но хоть имя мое как-то пусть прозвучит, или как-то вспомни даже, и сразу же мгновенно Христос ответил. Это просто исключительный момент, такой же исключительный момент, как поведение Иуды. Такой единственный был. как Иуда произошло с ним, так и преступник на кресте, который... Поэтому даже, я не знаю, святые этого Бога жили всей жизнью, а в конце только причащались и, так сказать, старались креститься, чтобы смыть, а мы грехи и войти чистым. Ну, это страшно, а ведь случится, может, все, мы ходим под Богом. А так было. Ну, я добавлю еще, святитель Адзлатаус говорит, что разбойники слышали, ну, не только разбойники, но и окружающие, слышали слова Христа, Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. И вот благоразумно разбойник, вот это семя слова, опять же, слово принял, и Дух Божий коснулся его, и было покаяние. Ну, не только еще сотник здесь стоял, ну, там потом по преданию этот сотник, кажется, мучеником будет, Вангин, кажется, да, его? Вот, тоже понял, что это не просто человек, раз такие явления, такие слова, он говорит, боль, агония, и тут один хулит, а другой в этот момент вдруг кается. и когда просто говорят легкомысленно, а вот же разбойник покаялся, ну, тогда давайте единственный случай возьмем еще, писание описано, Авраам сына своего заколол, но не заколол, заколол, Златоуст говорит, в заверениях было уже, заколол, да кто так может сделать? Так вот, или разбойник исключительный случай и брат Алексей говорит, что это такой случай, что никак не применимо ко всем, что ну хоть жирей как хочешь, а потом раз, я же покаюсь, как разбойник, все, уже не будет этого. Однажды к профессору Марцинковску молодой человек подошел и спрашивает, Марцинковский проповедник, сколько времени для покаяния нужно? Ну, Марцинковский подумал, говорит, ну, я думаю, минут пять. Ну, молодой человек довольный, пошел, а он ему вслед говорит, а молодой человек, вы не думаете, этих пяти минут может и не быть. И вот дальше продолжение такое, что он сел на лошадь, поехал, там что-то случилось, он упал и погиб. Ни этих пяти секунд даже не было, а пять сотых может только. Так, ну, еще какие добавления или вопросы по комментариям. Когда мы начнем с 46 стиха и дальше продолжим. От Матфея 12, 46. Когда же он еще говорил к народу, «Матерь и братья стояли вне дома, желая говорить с ним». Толкование. По-человечески мать хотела показать, что имеет власть над сыном, ибо в то время она еще ничего особенного великого не помышляла о нем. Поэтому, будучи неравнодушна к чести видеть сына послушным себе, желает вызвать его даже среди речи. мы сегодня слышали проповедь Иоанна Златоуста и Святой Деве Марии. Насколько он все это расписывает очень подробно. еще я как бы добавлю, что Господь, Бог, этот сосуд избранный пять с половиной тысяч лет присматривал. Ну, как бы так, по-человечески. Потому, что прошло где-то около пяти с половиной тысяч лет после того, как Адам появился на Божий свет, сотворенный был Адам, и до воплощения Сына Божия на земле. Ну, а здесь что же как Господь отвечает матери с сорок седьмого по пятидесятый стихи. И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, кто матерь моя и кто братья мои? И указав рукою своей на учеников своих сказал, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Ну, можно после этих стихов воскликнуть, Господи, ты брат нам с большой бухрой. Но если, конечно, исполняешь заповеди Божьи, а не просто так по названию, да, толкование не в укор матери говорит это, но для исправления человеческой мысли ее, ибо не сказал она мне не мать, но дал знать, что если она не будет исполнять волю Божией, то ей нисколько не принесет пользы то, что она родила меня. И так он не отрекается от естественного родства, но восполняет его родством по добродетели, потому что недостойный человек не получает никакой пользы от плоского родства. предотвратив таким образом недуг тщеславия, он тотчас повинуется зовущей его матери. Конечно, повиновался, но более расширил, кто братья, кто мать моя. И тут, видимо, другое, что плоское не является первоначальным, а по духу оказывается, посторонние люди, но ближние по духу, они более родственные, чем... То есть человек не может опираться именно на... Это вот многие, кто кичатся кровью, а я принадлежу, а я брат, сват, пятый по крови, вот родственник. А оказывается, это не так важно. Господь ставит на первое место другое. Вот кто брат, вот кто мать, вот кто это. Вот как раз это и является, что и объединяет всех христиан. Это центральный вопрос. Не плоти, не по плоти связанные. Хотя через плоть именно кровь, человеческая, почему это причастие будем говорить, как раз именно это и касается. Потому что это то, что центральный вот Пасха сейчас праздник, и как раз этот момент открывает, что кровь и плоть его, именно Христа, объединяет. А это как раз тот дух, о чем мы и говорим, центральная часть, от духа рожденного, от воды и духа. Дух, вот ключик. Кто будет исполнять волю Отца Небесного, тот мне брат и сестра и мать. Значит, что здесь можем из этих слов взять? Вот община, духовная община. Спрашивают иногда, а что дает община? Ну, можно привести пример по отношению к семье. Вот человек говорит, ну, я отделюсь от вас и все. Ну, пусть там сейчас Степа, например, говорит, а я сам по себе могу, что у меня родители? Пошел куда-нибудь, все, и живет. А что мне эта семья? Как вот духовная община. Ну, человек нерожденный, он этого не понимает. Это семья. У нас в Барнауле там, не помню, с Новосибирска была женщина, она какой-то профессор психологии, ну, давно еще была. Вот, и какое-то время там прошло, ну, собрание, все, она участвовала, по-моему, даже на служении была. А Игнать Тихонович говорит, а что вы, ну, подойдите, беседуйте с каждым. Она говорит, да-ка, я все поняла, что тут одна семья, о чем беседовать. И все. Вот во Христе действительно объединение, то есть община, семья. Не просто приход, как говорят, приход. То есть, шутку говорят, прохожане. Пришел, ушел, нету, да. А вот именно община. А вот чтобы община была, это сколько трудов надо, чтобы возрожденные души были. Так, ну вот, 12 глава закончили. Какие у вас еще дополнения, вопросы? Начинается глава притчи, так сказать. Так, во второй вопрос это не прошли, а причасти. В смысле? Ну, касались это теми, никак и не касались. Вменьшу в комментариях, когда говорили об этом. А что ты хотел еще? В комментариях говорится, и из жития примеры приводятся. Ну, дополни, если что, у тебя есть. То есть, вот видите, еще говорится в комментариях, что так и какое-то другое таинство, не только причастие, может быть во вред, если недостойен человек. Вот такая идея. И крещение, и другие таинства. Сколько таинств в церкви? Семь официально. Семь официально, а неофициально. Видите, официально, неофициально есть. А в семинаре учат, что есть восьмое. Какое? Какое? Я и так ответил, что семь, а есть восьмое. Это когда подстригают монашество. Считается тоже таинство. Ну, давай, брат. Просто тема поднялась изначально когда занятие начал, ты сказал, что будем говорить об одном. Вторая часть была причастия. Мы как бы обходим этот вопрос, а он опять к празднику Пасхи не центральным является. Не просто центральным, а главным. Вот если взять слово Пасха, что говорит слово Пасха, что это такое? Древний еврейский говорит, это исход. Открываем энциклопедию, написано переход, прохождение, а по ушакову это переход, ну, исход, прохождение, переход, как бы одного смысла, исход стоит, или не еврейский, это понятно, откуда. Ну, берем сразу корень туда, куда бьется это, когда Моисей вывел и казнь, и все остальное. Но вопрос-то вот какого характера возникает. Все сектанты, которые бьются и упираются в это слово, имеют под собой какое-то основание, они что-то требуют и говорят, что это так или не так, мы с этим согласны, не согласны. Это возникает вопросы, а ел, был ли хлеб такой-то и не такой, например, квасной или не квасной, да, или это были опреснойки. И когда мы касаемся Пасхи, вдруг открывается странная вещь. А ведь там два праздника. Вспомните, какой первый праздник был? Первая половина марта, и все это в Библии описано. Первая половина до десяти дней Господь говорит, когда будет, когда выводил израиль. Это там говорится о празднике Пресноков, да, а вторая половина, и по Ильянскому календарю, кажется, с 22 по 23 апреля, мы живем по Григорианскому, да, это вот все Пасха рассчитывается строго в Пасхале с 22 марта по 23 апреля. А у нас сейчас май, можно добавить и посчитать, что это такое. А что такое Пасха тогда, давайте так, вот для нас, для христиан, это воскресший Христос, а для евреев какая идея туда вкладывается? Пасха это агнец, которые должны приготовить его в определенный день, его и есть его там. И он говорит, Господь строго, как его есть, что делать, и до утра, чтобы не осталось даже, Пасха это агнец. А какая идея вкладывается? А идея приход Мессии. А вот какой водораздел. Оказывается, есть момент сейчас, многие крещеные, так сказать, из определенной нации крещеные, но они все равно ждут того Мессии, который придет. Вот откуда. И у нас водораздел на Мессии. Христос пришел, об этом говорят все пророки. Пришел он уже здесь, вот кто Пасха. И у нас, у христиан, Христос воскресший. И вдруг открывается странная вещь. Вспомните, когда еще они ели, Господь вдруг, а что они ели? Оказывается, представьте себе, Христос сказал, приготовьте мне Пасху. И говорят, да они там уже квасной хлеб ели. Постойте, постойте, евреи, приготовляющие, знающий рецепт, каждый измальство, будет на квасном хлебе что-то делать? Ну это же нонсенс. Конечно, это будет только о Пресноке, потому что первая часть, первое по десятое кажется число, если я не ошибаюсь, это именно праздника Преснока. Они два складываются в одно, и Господь об этом описывает, в исходе. Это глава, двенадцатая глава, кажется там с первого по какой-то там по десятое стих, что ли там, или по двенадцатой, точно если бы. Как происходить эту Пасху? И вот на этом очень важный момент. И оказывается, Христос преломил хлеб, взял вино, когда они еще ели, и сказал вот эти вот слова, которые передаются нам. И ты, начиная занятие, сказал по поводу «Кто ест и пьет недостойно, и оказывается здесь присутствие Духа». Вот опять опираемся в Духу. Да. То есть Дух. То есть если ты не осознал все, то ты болеть будешь. И все, потому что мы не видим ту невидимую часть, когда стоят ангелы и стоят эфиопы. Мы не видим это. Открылись бы глаза, содрогнулись. Почему и Господь многие вещи сокрыл от нас? А что такое возрастание Духа, кто-нибудь знает? Вот человек живет, и говорят, вся задача и смысл человека жить и возрастать в Духе Святом. А что это такое? Ну вот я возрастаю. Как это проявляется для меня? Кто-нибудь может? Вот возрастаешь, ты возрастаешь. И что это? Возрастание или стяжание Духа Святого. Не важно. Как Серафим Сороцкий. Что это для человека конкретно означает? Что в духовном плане вдруг он возрастает, и мы понимаем, вот он возраст, а этот не возраст. Как это увидеть-то? Оказывается, это очень легко увидеть и понять. Оказывается, возрастание в Духе Святом это означает, человек, который возрастает, он четко различает те внутренние Духи, которые ему говорят. Один слева навевает, а другой справа. И он их четко различает. В совести Господь с правой стороны говорит, не делай этого. А левый говорит, да, вижу, подошел ко мне Дух, искушает меня. И он сразу это различил. Возрастший человек духовный мгновенно реагирует на все явления, которые происходят вокруг в этой жизни. На любой стих, на любое слово, на любое явление природное он видит, где бесы, где Божьи. Потому что он возрастает, для него открытое это небо. То есть ты видишь, будет ту лестницу, по которой поднимается, ангелы сходят, не сходят, вот так далее. А если не возрос, то и не видишь, то и не осознаешь. Младенец ты, поэтому эти простые вещи, белое и черное отличить не можешь. Чистое от нечистого. Только видит или делает. Можно видеть, но ничего не исполнять, не делает. Это другое. Знает, понимает. Это тоже. Такого не может быть. Но как? Мотивация человека всегда связана с внутренним состоянием внутри. Вот что происходит? А почему я делаю так? Что не правильно? А поступает, может быть, совсем не так? Да, потому что Библия об этом говорит. Я хочу это делать, но не делаю. Я не хочу этого делать, но делаю все противное Богу. Почему, говорит, христиане, вы, говорит, самые еляетесь с противниками? Почему? Ну это так, да, потому что мы же не забываем, забываем о том, что бесы вокруг нас. Это столкает это. По привычкам человеческого мы грешники, и мы должны все умереть. И возврата нет, и нам невозможно спастись, говорит Библия. Просто невозможно. Но все возможно будет. Так, ну да. Все. Вовремя начать и вовремя остановиться. Так, еще по 12-й главе. Комментарий. Ты хотел? Ну давайте 13-й начнем. Глава, притч. 1-й, 2-й стихи. Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось с Него множество народа, так что Он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. толкование. Иисус сел в корабль, дабы всех слушателей иметь перед глазами, и дабы все не могли слышать Слово Ему. Таким образом, с моря уловляет Он находящихся на земле. 3-й, и получал их много притчей, говоря, вот вышел сеятель сеять, толкование. На горе простому народу говорит без притчей, а здесь присутствие коварных фарисеев говорит в притчах, дабы хоть потому, что не понимают, сделали ему вопрос и получили вразумление. С другой стороны, им как недостойным и не следовало ясно предлагать учение по элику, не должно повергать бисер пред свиньями. Первую притчу изрекает такую, которая наиболее способна возбудить внимание слушателей. Сеятелем называет себя самого, а семенем свое слово. Вышел же он не на одно какое-либо место, потому что был везде. Но так как он приблизился к нам плоти, то и говорится, что он вышел, то есть от отеческих недок. Он сам вышел к нам, потому что мы не могли прийти к нему. И для чего же вышел? Для того ли, чтобы зажечь землю по множеству терния? Или для того, чтобы наказать? Нет, для того, чтобы сеять. Семен называет он своим, ибо и пророки сеяли семя, но не свое, а Божие. Он же, как Бог, сеял собственное семя. Вот много раз слышал эту притчу, но читается же во всех храмах. О, Божие. В некоторых местах считается и на славянском, и на русском. Например, в Завьялов, где у меня сестра Ольга. И что, и сеятели много у нас? В православии. Много сеятели. Одна из проповедей Ярлопейстии, о том, как раз, он затрагивает этот насущный вопрос, чтобы Господь нам выслал деятелей. Каких деятелей? А вот именно сеятели, Слово Божие. Об этом необходимо молиться. Ну, он говорит по Евангелию, там ничего такого нет. Кстати, не знаю, где-то, может, месяц назад или чуть больше выставили ролик как раз о Ярлоне Николаевиче Пейстии. Он, когда перестройка началась, в 90-е годы стал приезжать, уже все развалился, стал приезжать и по республикам ездил. И там документальный фильм, как он на Украине участвует в служении. Ну, видно, что баптисты там. Вот. И как он говорит, просто я с вами делюсь, ни разу я не видел этого. Как он ревностно говорит. По голосу-то можно, конечно, определить, но когда увидишь еще. Никто не видел, посмотрите. Что сделать, чтобы у нас в православии сеятели были? Вот такой вопрос. Не просто сеяли там что-то, а что-то. Как выступает один. Кроме того, что об этом не пристану говорит наш брат проповедник, есть еще и другие, которые поняли уже, что служением словом это не просто крестные ходы совершать. Прямо они напрямую лекции об этом говорят. Я могу назвать даже это. В интернете есть. Виктор Купринчук есть такой. Что именно проповедь Слова Божия, миссионерство, он так и говорит, не заключается, что вот крестный ход. Туда зашли в селение, там концерт, спели. Но какое-то отношение имеет к Сене, Слово Божие? Что-то там попели, там русские народы или какие-то еще. Дальше пошли к крестным ходам. Дошли, к примеру, до Коробейникова, вернулись. Что такое миссионерство? Он это раскрывает именно на основании Священного Писания. Ну, то есть, как бы радостно было слышать это, что не только Игнать Тихович много об этом говорит, но есть и другие, которые вскрывают эту тему, наконец-то, именно в православии. Что нужно сделать сейчас, чтобы, в православии было много сеятелей. Баптистов пригласить. Баптистов пригласить. Ну, такой вариант. А куда их пригласить-то? В храм? Куда? Организовать какие-то семинарии. Может быть, наоборот, к ним идти, об этом говорили уже, и учиться. А что они могут в этом смысле научить православных? Они не могут. Не могут ничего. Истини в этом нет. А почему они хотят? Могут духа, вот того духа пригласить, они здесь направят. А у нас крички скоро не будут. Я вот был, я же недавно вышел на Игнатия Китовича, и я пошел, к лартистам сходил, вон здесь. Служина на улице. В центральную общину. Мне понравилось, и действительно, любовь к Слову Божию, на каждом собрании они достаточно подробно разбирают, вот так же, вот как мы сейчас сидим, слова писания. Да, ну, разбирают, конечно, неправильно. Я сам был на разборе этого. Главный наставник, Владимир его звали, фамилия не знаю, ну, молодежь такая, как вот Никита, и юноши, и девушки. И я тогда был, ну, лет 20, наверное, прочитаю, мы тогда читали первое послание Иоанна, 3-я, как это, глава, стих каждый по кругу читает, и что он думает? Ну, я прочитал, а что я думаю? Я только пришел. И он начинает сам, если ты ничего не думаешь, вот, говорит. Ну, конечно же, это, нет полноты, сразу же. Просто я уже, когда годы прошли, когда уже ознакомился с толкованием святых отцов, полноты, конечно же, нет. И бывает и ложные суждения, кое-что правильно. Опять же, вернемся к Яру Николаевичу. Что у него неправильного есть? Я даже не могу так сказать, сколько он по Евангелию говорил. У него был интересный момент, призвание. Отец молился у него, ну, тоже, видимо, из баптистов, из пятидесятников отец. И у него возникло, но отец сказал сыну потом, что это от Бога у меня. Вот. Такая формула, Евангелие для русских, Евангелие для русских, именно, чтобы проповедовать в России. А они-то были за границей, жили, но он сам полукровка швед, как бы, он знал и русский, и шведский, и английский потом. И в Америке он стал радиовещания проводить. И он подтолкнул к этому служению сына, который пятьдесят с лишним лет, наверное, где-то так занимался радиопроповедия. Причем, железный занавес-то он, до какого поры, какой поры был. И Слово Божие для него, что нет уз, оно проникало. Ну, вот эти проповеди, мы просто сейчас, наверное, сыты, так сказать. Сейчас я говорю об этом, мы, в интернете все это можно найти, и кассеты распространяются. А помните, когда это все появилось, ну, в девяностые годы, сколько я лично конспектирую его тоже. Как и зачем изучать Священное Писание, как стихи какие подбирать, как размышлять. Вот, я в этом учился, ну, Игнат Тихонович, это понятно, раз на занятия ходил, ну, Явну Николаевичу, пейсти тоже. Значит, пойти к баптистам поучиться, или их призвать. Ну, еще какие варианты. давайте еще. почему у них больше молодежи, а зачем у них больше? Больше молодежи, гораздо больше. Игнат Тихонович говорит, что благодать призывающего у них есть, то есть они призывают, что человек, человека касается это, что на каждом богослужении не то, что у нас одно и то же, что про веру, очень наш, про пели, ну, и кто, что верует, что ли, когда-нибудь ребенок, или что-то у него в сердце, это там, что-то тронет его, что именно первый шаг, когда человек был вот такой, и он стал другой. Призывающий обращающийся. Ну, первое, призывающийся, что люди слышат это, их касается, они понимают, что это, ну, у нас на богослужении этого. А вот еще, сейчас минуту, я хочу добавить, что, как они именно с молодежью работают, отдельные там комнаты, возрастные категории, все это у них литература, мы-то берем откуда это, песнопение, откуда мы берем. Ну, то есть, разработана целая система, или система. Так, ну, пожалуйста. Я просто, Люда затронул очень важный момент, она сказала, она не обратила для нее это естественное, она сказала, благодать призывающая. Никто не рассуждает о благодати, как православные. У них, у православных у нас есть четкое разделение и понимание этих вещей. Благодать призывающая, благодать обращающая, и благодать освящающая. А это никто об этом не говорит, никто. Это только для нее рассказала, она это понимает, понимают ли они, а для нас это естественно. То есть, очень важный момент. Вот это глубина понимания. Это касается духа, вот опять мы касаемся, что значит благодать призывающая, это как? Дух. Все, все к этому идет, да, Дух, Дух Божий касается, и все, и человек вдруг пошел, вдруг раз, и обратился, вдруг был одним, стал, и все очень, и вдруг раз, и становится священным, священником. Но это уже как бы внешние силы, Господь сам уже избирает, потому что он предузнал своих, вот очень важный момент, мы еще не понимаем. Бог предузнает, кто будет, а кто не будет своим. Вот это все время главный момент, Дух, 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 вот где ключик. Получается, вообще ничего не зависит. Нет, вот мы забываем, воля, да, это самый страшный, да, у человека, это право выбора, воля своя, воля, которая доходит до того, что человек противится Богу. Вот говорят человеку, у меня все противится внутри, это не ты противишься, а Дух твой противится. Почему один различает, один такого Духа, вот видите, об этом говорил, посмотрел фильмы, не такой Христос, как это не такой, тебе что не нравится? Да Дух противится, да, Дух противится, не может принимать такого образа, да, это вот об этом и речь, а воля человеческая, она всегда связана, почему мы рассуждаем на эту тему, почему Адам, например, согрешил, или почему Сатана, центральный стих, от торговли твоей, или от неправедной, или от красоты твоего, сгорбилось сердце твое, и ты соберешил это. Значит, главнее всего вера, без веры ничего. без веры ничего, но вера происходит, вот мы забываем, что это такое, самый главный центральный момент, откуда она приходит, она внутри рождается, или извне, а это центральный момент, опять главный, Бог внутри нас, как это, ну, Царствие Божие внутри, значит, там частичка вот эта, которая позволяет, и Господь предузнает, есть оно там, или нет оно там, понимаете, а как это, мы увидеть этого не можем, а Бог уже предузнал, этот мой, этот не мой, это как знаете, вот вы берете, делаете из глины, выбираете глину, эта глина хорошая, эта глина плохая, и Господь говорит, вот за это будет фарфор, а за это будет горшок обыкновенный, Он уже это предузнал, Он видит уже это, то есть это качество уже как, если ты медный, то и ты не притянешься, там где труп, там и орлы соберутся, то есть если ты железный, ты к магниту, к этому притянешься, вот, вот где, ну а, Датков, ну давай вопрос, просто мысли, немножко рамольные, что люди пришли, что, а может не надо, может не покушаться нам, не мощной рукой останавливать этот процесс апостасии, в том плане, что Господь же сказал, приду я, когда приду, найду ли я веру на земле, то есть как Игнатихоныч, что это некая разнарядка, поэтому должно всему быть, а мы разве говорим, что остановить, немощную рукой, не, ты говоришь, ты лишь идти, как, как вот проповедить, что нужно сделать, чтобы вопрос так был поставлен, чтобы в православии больше сеятелей появилось, да, я вот думаю, легко ответить на этот вопрос, Ниневия, она должна погибнуть, и вдруг, что нужно сделать, погибнет или не погибнет, а нужно взять и сделать что-то там, пойти, и тогда вдруг раз, Господь и все это изменит, а разве не для нас было сказано, вовремя или не вовремя, ко времени, никого не что делай, проповедовать, то есть оказывается, то есть уже сказано, поэтому тебя не осудит Господь, лучше вовремя или не вовремя, в любой момент дело, апостаси, не апостаси, тебе не касается, это твоя обязанность, обязанность оказывается, вот что, штука такая, причем от Духа, у тебя не будет Духа, и не пойдешь ты никуда, а будет Дух нормальный, пойдешь сам, и ноги понесут тебя, как и Христа сохранили, подхватят тебя ангелы, и не пикнешься, камень на ногу и твои, и твои. Ну вот, еще у меня такие мысли, опять же вернусь, к этой семье, Ярова Николаевича Пейсти, у него 10, кажется, детей, и многие из них занимаются благовестием, то есть после смерти отца. У меня какая мысль, что надо готовить благовестников, тоже, как бы об этом беспокоиться, ну, собственно, примером прежде всего, да, вот как у него отец, у Ярова Николаевича Пейсти, благовестник, дальше он сам, и детям это передает. Вот, то есть чтобы дети участвовали в этом, у нас одно время выезжали по деревням, не то, что мы там взять, вот посмотрите, какие мы красивые, нет, просто уже детям, как бы пример, живой пример, там мы какие-то концерты устраивали, песнопение, божественное пели, то есть заранее уже, это должна быть школа благовестника, а прежде всего, собственным примером, если я не пойду, то, ну, гляну на меня кто-то, тоже скажет зачем, то есть начинать, вот сейчас по воскресеньям, летом, если Бог даст, снова начинать, выезды, начать с самого себя, опять же, воскресенье, поставить задачу, мне нравится там, в этом вот видео, ролики, ну, фильмы точнее, документальные, карту показывают и в каких местах, Яр Николаевич был, там раз отмечается, и там вот вся наша страна огромнейшая, ну, там какие-то фишки такие, раз, и где на севере еще не был, и туда проник, и зимой там, ну, видно съемка любительская, зимой там заходит, ну, прежде всего, до кого, Баптистов посещал и выступает, то есть, какие еще территории, где мы не были, ну, уже там повторно, или как, на какой-то деревне остановились, дальше поехали, то есть, начало, никто не приходит, ну, не от нас это зависит, мы сеем, вот сеешь, где-то вырастет, а где-то нет, ну, от кого это, бывает, сей на такое, то есть, от сердца человека зависит, какое оно, каменное, или оплотяное, вырастет ли это семя, или нет, иногда, конечно, что-то от проповедника зависит, это понятно, но, все равно надо идти, или сеять, несмотря на то, что такой поток, как и вырвется, здесь немощную рукой, мы не останавливаем, здесь Игнатий, причинно, другое имел ввиду, что нам, как бы я так думаю, может, поправите меня, что кое-куда ввязываться и не надо, нам, христианам, ну, что там, вот сейчас, ожесточение там на президента, и все, ну, зачем нам, допустим, в это ввязываться, там, люди наполняют интернет, что правительство заворовалось, все такое там, и озлобленность такая, это не наш путь христианский, это вовсе не наш, нам не злиться, нам молиться, за них надо, и что там, наворовали, не есть ли даже это, не надо в этот поток лезть, действительно немощно, рукой останавливать, сметет тебя где-то, да, пожалуйста. Вот как раз вопрос, на ответ на вопрос, есть очень важный момент, вот как мы определяем, брат или не брат, друг или не друг, как вообще критерий существует, оказывается, да, существует, по делам их, знаете их, а спотемся по делам, оказывается, никакая плоть, по делам не оправдается, но и тут же сказано, по делам их, и по вере, да, будем судимы, оказывается, и присутствуют дела, вот штука, то есть мы говорить можем, что угодно, думать как угодно можем в отношении человека, но твои дела, по отношению к любому человеку, твои дела определяют тебя, что ты делал для него, сразу открывается все на места, как ты к нему, как он к тебе относится, что ты делаешь по отношению к нему, по делам их, узнаете их, и сразу все видно, возьми и переверни, встань на начало, и ты увидишь картинку, и вдруг ты увидишь, как наши проповедники, как батюшка по отношению к нам поступал, что они нам дали, дела их говорят сами за себя, и тогда открывается твое добро или недобро, самый простой критерий, который не знают люди, это кто твой ближний друг, кто вот все время задает вопрос, кто друг твой, а спрашивают людей, они никто не знают, а самый простой ответ, тот друг тебе, кто пытается тебе, скрыть в тебе, самые лучшие твои качества душевные, вот поступки по отношению к тебе, если попытка человека внешнего, чтобы ты скрываешь самые лучшие свои качества, он тебе друг, а если он тебе порождает противоположное, злобу, зависимость, это не друг, как бы он ни красился, как бы в какие-то краски не видился, вот и получается, дела определяет человек, просто берешь на поверху на весы, и смотришь дела, какие твои дела, какие другие дела, поэтому останавливаем мы немощными, нет, дела наши и показываем, вот и вся Ипотеряевка здесь, и батюшка, и дети, опять же, Виктор говорит, что надо готовить, это что уже, некий миссионерский отдел, чтобы строить, а он не обязан, у католиков надо поучиться, батюшка как-то сказал, был у нас, я говорю, батюшка, что-то я там вякнул по поводу католиков, но есть вещи, которые там не согласны, чисто демократического характера, а он мне сказал, знаешь, Алексей, нам получится, как они исповедь делают, закрыто все, как у нас, у православных, и посмотрите, какой миссионер, до каких краев они добрались, и сказал, да, а вот он, Виктор сейчас сказал, говорит, какой-то там шведский, для русских, для евангелия, это что такое, это нормально, а это ненормально, из ряда вон выходящие, а у нас они знают евангелие, почему им приходится заниматься, почему миссионерская деятельность, у Игнатия связан с евангелизацией, почему им ненавидят так, и злова такая, это вот как раз дела. Я дополню, во второзаконии, в 11 главе, как раз ты, брат Виктор, коснулся детей, что на учении должно быть, там как раз описано, что идешь ты в поле, с ребенком, его учи, закону Божию, сидишь ли ты дома, тоже западем Божьему учить, то есть везде есть момент к этому. Ну то есть, я знаю, что только за партой и все, за столом, это вся жизнь обучения. А помните фильм «Еремия», когда вводит отец маленького Еремия, он еще не пророк, и рассказывает ему о храме, о библейском народе, вот научение. Так, ну, у вас сколько за недели? Ну у нас вообще час, мы штук до православных, фунгисты. Ну давайте четвертый, шестой прочитаем, и у меня здесь будет добавление. ты стих прочитал, можно маленький вопросик? А какой стих? Ну, написано, от вас 13 глава. «Выдя же в день, тот и в дом, Иисус сел у моря». А про какое море говорите? Что это за море? Галилейское имеется. Галилейское. Почему море-то? Озеро или лужа, или море себе? Почему оно море? А его так и так называют. А вообще, если говорить географически, ну я сам географию, это конечно озеро, но размеры его довольно большие. И там такие бывают шторма, я читал тоже в этой энциклопедии, что рыбакам мало не покажется. Ну, мы сами в Евангелии это знаем, читаем. Господь в Тихомире это все будет. В Галилее. Да, там ветра особенно такие сильные, ну, по разным причинам. Горы, там с Гоя, мосты. Да. Какое море? Ну, то есть не на Средиземном море, он не на Черном море сидел, а на Галилейском. Так, 4, 5, 6 стихи. «И когда он сел, иное упало при дороге, налетели птицы, и поклевали том, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро зашло, потому что земля была не глубока. Когда же зашло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло толкование. А значенное словом при дороге суть люди, ленивые и нерадивые, которые совсем не принимают слова, потому что мысль их как бы утоптанная и жесткая дорога, нисколько не спаханная. Поэтому семя слова похищает у них птицы небесные, то есть духи воздушные, бесы. Под каменистой землей, разумеется, те, которые внимают слову, но по немощи своей не борются с искушениями, скорбями, и, продавшись спасения за мирские блага, погибают. Под воссиявшим солнцем должно разуметь искушение, ибо зной солнечный изображает искушение. Сверх того искушения, подобно солнцу, освещающему сокровенные места, обнаруживают людей и показывают, каковы они. Ну вот, по поводу именно семя брошено при дорожке. Один знакомый меня завъявал, был православным, а сейчас с кигористом ушел. Я в нем даже ночевал, молились, ну то есть, как бы я ему помогал в этом плане, у меня радостно было, на сердце, что он и книги Игнать Тихонщик приобрел. Ходил он в храм, ходил редко, и вот это лень неродения, я так считаю, его и погубил. Он и сам признавался, я говорю, вот такой что, не раскачаешь. Я пробовал раскачать, но я-то ничего не поможу, ни я, ни Бог тебе не поможет, если сам ты себе не поможешь. Наконец, вот узнаю, недавно совсем, недели, наверное, две назад, а спрашиваю, прихожане там заявило, ну не храм, не в храме, а где тут, он говорит, к йоге ушел. Я говорю, к йоге? А я еще переспросил, какой йога? Думаю, Завьялова йога. Что-то Ольге говорю, да какая йога-то у вас тут может? Ну, просто такой у прихожане безграмотный, яговист там, а не к йоге. Вот так вот. Ну, вообще, с каждым из нас, конечно, если не утверждено, вот это семя, это может быть. Мы видим на примере жития святых, что даже у великих подвижников подъемы, падения были. Вспомните, пророка Илья обличил царя, Ахава, впереди колесницы бежал, ну, что это он такой спортсмен-то? А именно Духу Божию этому помогал. Там бежать-то было, я смотрел по карте, немало было. Ну, может быть, не марафон, но дистанция длинная была. И вдруг, по горячей пустыне, по горячей пустыне. Почему по горячей? Это не наше место. Климат, Илья. И вдруг, Изавель, и 40 дней без оглядки тут ушел подальше, но не ушел, убежал. Что ты здесь, Илья? Да, я один остался. И вот этот момент, тоже читал я эту тему проповеди, то есть, подъемы и падения даже вот таких великих людей. А у нас-то каждый день может быть это. Поэтому, надо и себя проверять, исследуйте сами себя, верили вы, почему и говорится, молитесь, чтобы не впасть в искушение, дух бодрый, плоть же, немощный. Почему апостол Павел, говорит, молитесь непрестанно, ну и Словом Божьим заниматься. Так, ну можно на этом закончить. Я тут небольшую притчу, притчу, рассказ прочитаю. Благотворите ненавидящим вас, что может Слово Божие делать. Матфея 5,44. Святитель Николай Сербский упоминал об одном крестьянине, который на себе узнал, что такое сладкие плоды любви и исполнения заповедей Божьей. Вот что тот поведал ладыке. Между мной и соседом выросла вражда, словно терния. В глаза друг к другу не могли смотреть. Как-то зимней ночью мой маленький сын читал мне вслух Новый Завет. И когда он прочитал слова Спасителя, благотворите ненавидящим вас, я крикнул ребенку, хватит. Всю ночь не мог я заснуть, все думал и думал, как мне исполнить эту заповедь Божию. И однажды услышал я из соседского дома громкий плач. Расспросив, я узнал, что налоговые власти угнали у моего соседа весь скот, чтобы продать его за долги. Как молния пронзила мне мысль. Вот дал тебе Господь возможность сделать добро соседу. Я бегом в суд заплатил налоги за человека, который ненавидел меня больше всех на свете и вернул его скотину обратно. Когда он об этом узнал, то долго в задумчивости ходил вокруг своего дома. Когда стемнело, он накликнул меня по имени. Я подошел к изгороди. «Зачем ты звал меня?» спросил я его. Он разрыдался в ответ и не в силах выговорить ни слова, только плакал и плакал. И с тех пор мы живем больше любви, чем мы одни братья. Вот Слово Божие что делает Господь. Именно Дух Божий, как мы говорили, здесь касается человека. Ведь еще хочу добавить раньше, до того, как на занятия я пришел, 1994 год, 14 февраля у меня первый день посещения был в Донеке. Я Новый Завет читал, наверное, раза два. Ну и читал, и читал, ничего не происходило. Жил, как все. Дух Божий не касался, кстати. То есть такие случаи тоже бывают. Но на этом не остановился. Вот бывают люди говорят, а я не понимаю. Близкие нам люди, которые хорошие сами по себе. Ну, кто медом нас снабжает? трехтомник как раз я ему тоже дарил. Я, говорит, почитал, не понимаю, и все. Он не стал читать. Ну, хорошие, почему, Господи, сердце-то никак не касается его? Видите-ка, Дух Божий. Значит, вот тут мы говорили об этом, что это зависит от человека и от Бога. То есть синергия, такой термин маленько вам иностранный скажу, да? Синергия это совместное действие. Дело спасения это совместное действие. А не так, что ну я схожу, там грехи я сдам, а дальше же, ну что-то же произошло, и батюшка там, все правильно у нас, все правильно, ну не каких-то как у йоги, григористов, а все, ну что-то происходит, ты сам участник в этом, деятельный, деятельный частник. Ну давай. А может вот то, что я прочитал, может все-таки отслышать надо все это, не слышать, потому что если я свое, ну вспоминаю свой случай, пришел на урок преподному человеку, он стал рассказывать, и я вот, ну слышал его рассказ, и у меня щелкнула что-то, тумблер внутри, потом пришел, стал читать Библию и поверил. Может ты уже был проповедующий, конечно, с этим как-то связан. Не то, что ты глазками читаешь, а видимо услышишь, а вот не доходило до меня. Как это, знаешь, вот какое-то каменное сердце. Ну то есть не доходит до души. Или все-таки есть такие люди, которые сразу, например, есть такие примеры, я вот не знаю, стал читать, не слушая ничего, просто отверг книгу, стал читать, поверил. Есть такое? Можно? Есть такие, есть такие, да, есть. Можно, брат? Да. У нас брат Игорь Дубунов, он когда читал Библию, еще в советское время, и только, говорит, где-то на четвертый раз, когда уже начал читать Библию, говорит, и уверовал, что есть Бог-создатель. Три раза читал, говорит, Господь не касался его сердца, а на четвертый раз коснулся. Да, вот видите, настойчивость проявляет человек, и Господь касается. К этому мы все время забываем, когда говорится на Евангелии от Иоанна, в начале было Слово, и Слово было у Бога. Помните, что значит Слово? А оказывается, это произвесенное Слово, то есть прозвучавшее Слово. Христос есть Слово. А откуда? И когда говорят толкование, что такое Бог-Отец, Бог-Сын, это примерно как бы, вот мысль, когда возникает, но чтобы ты эту мысль понял, ты ее должен в Слово облить. А чтобы слова поставить, ты должен понять ее мозгом, и не можешь понять, кто же первый, мысль или Слово. Что? Слово, мысль. Одно рождает другого. Поэтому, когда читаем Слово Божие, вот мы, Слово Божие, вот тогда человек слышит с душой сразу, может, читая Библию, он может услышать эти слова. Это не обязательно, может быть, прямо вот проповедник. Кто-то рождается, именно Слово Божие должно присутствовать в любом виде. Либо произнесенное от проповедника, либо от чтения его. Но мы же читаем его Слово. Из рук родился как? Ну, Библию взял в руки, и все, и достаточно этого. Почему и многие святые говорили прям, на книгу говорили, что это источник Духа Святого, прям приписывали такие свойства. То есть Дух Святой в книжке, в предмете. Странно, но так. потому что Слово конкретно имеется глубинное значение, в том числе и... Так что бывают разные варианты. Читает человек веру, или проповедь там слышит. Вот хорошая статья, но времени уже, да, «Кто создал дьявола»? Очень хорошая душа, апрельский номер. На следующий раз, да, сложно, никак. Минут 10, может быть, или сейчас посчитаю. А давай уж. Секрасная тема, да. Да. И я тут посчитал, правда, не до конца, но он хорошо написал. «Кто создал дьявола?» Вопрос. Мир полон людьми, которые желают бороться со злом, негодуют на него, скрижешут зубами, проклинают, изготавливают все более мощное оружие и пускают его в ход. Но что такое вообще зло? Откуда оно берется? Кто создал дьявола? Перед тем, как сражаться, проводят тщательную разведку, пытаются выяснить о враге все, что только можно, и борьбу со злом надо начинать не с борьбы, а с рассуждения и понимания. С кем мы воюем? Как? За что ведется эта война? Ну, это как бы вступление такое. С одной стороны, христианство – весьма воинственная религия. Апостолы не делают секрета из того, что стать христианином – значит попасть в действующую армию. Вам предстоят труды, возможно, лишения, преследования или даже смерть. Если вы жалуетесь на то, что церковная жизнь недостаточно комфортна, вы забыли о том, что это окоп, а не санаторий. С другой стороны, эта битва протекает не так, как земные битвы. Самые передовые ее воины, монахи, за всю свою жизнь мухи не обидели, никого не подавили, не сокрушили, не принудили к повиновению, но напротив, сами пребывают сокрушения и повиновения. Да что говорить о монахах, мученики – наивысший пример христианского воинствования, проявляют себя не как крепкие солдаты, опытные в обращении со смертоносными орудиями, которые убивают своих врагов. Напротив, это люди, без сопротивления, принимающие смерть. Более того, сам наш военачальник с большой буквы не убил, не ранил, не изувечил, не запугал никого, когда от него ждали, что он уничтожит своих врагов. Он сам принял смерть от их рук. Это непривычный и пугающий вид мужества. Он все эти две тысячи лет остается непривычным и пугающим. Святой апостол Петр имел достаточно мужества, чтобы броситься на защиту Господа с мечом против явно превосходящих сил противника. Но Господь сказал ему, возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч мечом, погибнут. Матфея 26, и через небольшое время Петр трижды отрекся, когда от него потребовалось просто признать, что и он из учеников этого человека. Потому что мужество, которого требует Господь, не похоже на мужество этого мира. Как не похоже и война, которую он ведет, на войны, которые в этом мире не ведутся. Это война с гораздо, гораздо более страшным противником. И от ее развития зависит нечто гораздо, гораздо более важное. У нас, христиан, есть уникальная информация, благодаря которой мы видим мир в совершенно иной системе координат. И мы понимаем, что он гораздо больше, у него есть духовное измерение, гораздо более обширное и важное, чем тот материальный мир, который мы воспринимаем органами чувств. Это измерение не находится где-то в другой вселенной, оно пронизывает материальный мир и активно взаимодействует с ним. Могущество и духовное существо пребывает рядом с нами. Божьи ангелы простирают над нами свой покров и хранят нас от зла. Хотя мы не видим их, они принимают самое деятельное участие в нашей жизни. Но не все обитатели духовного мира добры. Он охвачен мятежом и гражданской войной, как говорит книга Откровения. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон, и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Откровение 12, глава 7, 9, стихи. Еще до грехопадения человека могущественный ангел восстал против Бога и сатаной, то есть противником, драконом и змеем. Он увлек за собой часть ангелов, которые обратились в духом злобы поднебесных. Эти духовные мятежники непрестанно ищут разрушить Божие творения, особенно взаимоотношения Бога и человека. Хотя мы, как правило, не видим ангелов и бедств, да и век бы их не видеть. Они проявляют себя в нашей жизни, прежде всего побуждая нас к определенным мыслям и поступкам. Как говорит Евангелие, именно Сатана вложил Иуде мысль предать Спасителя. Он же подбил Анании Сапфиру солгать Духу Святому деяния Пятой Голова. Он использует любые возможности, чтобы искушать христиан. Он идет на различные уловки и даже притворяется ангелом света. 2 Коринфянам 11-14. Он обольщает народы, чтобы побудить их к мятежу против Бога. Откровение 27. Можно приводить другие подобные стихии Писания, но картина ясна. Зло это не слепая стихия. За злом мира стоит личностная, целенаправленная действующая духовная сила, или учитывая других падших духов, силы. Именно они являются нашими врагами, и с ними мы ведем войну. Как говорит святой апостол Павел, потому что наша брань не против крови и плоти, против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать день злый, и все преодолев устоять. Итак, станьте, припаясь в шресло ваше истинное, и облегшись броню праведности, обув ноги в готовность благоествовать мир. А падше всего возьмите щит веры, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Эфесянам 6 глава с 12 по 17 стихи. Подзаголовок за что ведется эта война? Человеческие войны ведутся за ресурсы и территории, владычество и контроль. Разумеется, война между Богом и сатаной ведется не за это. Бог есть творец всего видимого невидимого. Он неоспоримый владыка мира, который он создал и поддерживает бытие. Сатана всего-навсего падшее и мятежное творение. Но есть нечто гораздо более важное, чем вся вселенная, чем все звезды и галактики, бессмертные души людей. Именно за них и ведется борьба. Бог создал людей, как и ангелов, свободными и хочет привести их к вечной жизни, любви и радости. Сатана стремится тянуть людей в свой мятеж, чтобы в итоге погубить их. Выражение «битва за умы и сердца» может звучать как штамп, но в данном случае это именно она, битва за души людей. Ни Бог, ни дьявол не интересуется геополитикой, вернее, интересуется ей лишь постольку, поскольку она как-то отражается на вечном спасении конкретных лиц. Ваша душа в глазах Бога гораздо важнее всего мира, всех его ресурсов и богатств, империи и царств, нации и военных союзов, как говорит Господь. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Марка 8.36 Единственная битва, которая имеет вечные последствия, это битва за души людей, потому что именно люди созданы для вечной жизни, которую могут навеки опрести, а могут и утратить. Поэтому война идет за вашу душу и души ваших ближних. Дьявол по ненависти к людям определенно желает им и временных бедствий, но его главная цель состоит в том, чтобы погубить их бессмертные души. Как? Отторнув нас от общения со Христом через грех и неверие. Каким оружием? Ложью. Подзаголовок. Что же мы знаем о нашем враге? Прежде всего он лжец. Как говорит Господь, он был человек-убийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. Иоанна 8.44 Дьявол опытный манипулятор. Он знает, как использовать людей, их надежды, страхи, мечты, обиды против них самих. Он мастер того, что в наши дни называется психологической войной. Собственно, его война и носит психологический характер. Чтобы действовать в мире, он нуждается в помощи людей, которых использует в своих интересах и обманывает. Он похож на мошенников, людей, которые знают, как очаровать своих жертв. Заручиться их полным доверием, воззвать к их лучшим чувствам и помочь им почувствовать себя буквально на седьмом небе избранными, особенными, как внушить им ложные надежды и разжечь в них несбыточные ожидания. Принципиальная разница тут однако в том, что жертвы мошенников лишаются чаще всего денег и имущества, хотя и значительного. Например, квартиры, а дьявол приходит, чтобы погубить бессмертную душу. Дьявол умеет быть чрезвычайно привлекательным и убедительным. В отличие от того дельца из анекдота, который продавал холодильники эскимоса, он продает не просто бесполезные, а смертельно вредные вещи. Смерть под видом жизни, ложь под видом правды, ад под видом рая. Он знает, как довести людей до самой пламенной, самоотверженной веры, самую жалкую ложь. Он знает, как убедить национал-социалиста или большевика, что масса убийства невинных людей это замечательное дело, за которое потомки будут ему благодарны. Он знает, как внушить терроризм, что взорвав себя вместе со случайными невинными людьми, он попадет в рай. Он знает, как заставить людей довериться обманщикам, как если бы они открывали истину и губителя, как если бы они были спасителями. Он всегда готов прийти на помощь человеку, который ищет оправдать свой грех и губительную глупость, ободрить и воодушевить тех, кто идет по пути погибели. Он всегда может изобразить злобу праведным гневом, глупостью, мудростью, преступлением, подвигом. Он пропагандист столь блестящий, что все земные пропагандисты жалкие подмастерия. Он умеет предложить каждому свою приманку. Кого-то он постарается вовлечь в оккультизм, кого-то укрепить в твердокаменном материализме, кому-то внушать идеи национального превосходства, кому-то напротив мечту о братстве народов. Только вот путь к этому братству он прочеркнет через реки крови. Истина одна, устраивает она нас или нет. Ложь может быть какой угодно. Неудивительно, что разные формы лжи могут яростно бороться друг с другом. Одна из любимых забав дьявола заставит людей ненавидеть, преследовать, убивать друг друга ради его выдумок, которыми он соблазнил обе стороны. зло так опасно бороться со злом. Зло, с которым человек борется, может быть вполне реальным, тяжким, возмутительным, но при этом он сам может выступать на стороне другого зла. А дьявол при этом постарается снизить у человека критичность к его действиям и действиям своих. Поскольку я борюсь со злом, я есть добро, а поскольку я есть добро, какие ко мне могут быть претензии? Очень часто так бывало и бывает, что люди борются с бесами под визгливый смех этих самых бесов, потому что они в это время сидят у них на загребке. Снимает ли эта изощренность дьявола ответственность человека? Нет. Писание подразумевает, что человек может сказать нет. Да и цель лукавого погубить нашу душу, что было бы невозможно без нашего соучастия. Обольщение лукавого это то, на что человек соглашается сам. этот момент согласия человек может прятать от самого себя, чем лукавый несомненно ему поможет, но он есть. Наступает момент, когда человек решает, что находнее будет слушаться дьявола, чем Бога, или поскольку дьявол никогда не попадает, не подает визитные карточки, выбирает в качестве руководящей силы своей жизни кого-то или что-то, что не является Богом. Племя, нацию, теорию, идеологию, деньги, удовольствие. Иногда вместо Бога человек может выбрать религию. Да, я вам может быть глубоко религиозен, даже ревностно многочестив. Если вы думаете, что такое бывает только мусульман, вы плохо знаете историю, современность, прочим, тоже. Противостойте ему под заголовок. Как же мы можем противостать этой изощренной сверхчеловеческой силе? Собственно, сами по себе мы не можем, как овцы, не могут противостоять волку. Но у овец есть пастырь, как говорит святой апостол Иоанн, для сего появился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. 1 Иоанна 3,8 Мы должны пребывать в общении со Христом, то есть прежде всего в Его Церкви, приступая к установленным им Таинствам. Как говорится в молитве перед Святым Причащением, до немнози удаляйся общения Таего, от мысленного волка звероуловлен Буду. Одна из первых задач противника отторгнуть нас от общения с Церковью или не дать в нее войти, если мы пока еще снаружи. Мы призваны тщательно хранить заповеди Божии и отдавать себе отчет, что любой повысел и любое внушение, побуждающее нас нарушить заповедь, под каким бы то ни было предлогом, исходит в конечном итоге от врага нашего спасения. Как говорит Святой Апостол Петр, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5,8. Конечно, это не значит, что мы должны испуганно озираться в поисках дьявола, он как раз использует это против нас. Трезвиться это значит отдавать себе отчет в реальности духовной битвы и оценивать происходящее именно с точки зрения его духовного значения и духовных последствий. Как те или иные мои решения скажутся на моих отношениях с Богом. Не пытаюсь ли я приобрести что-то в этом мире ценой вреда для своей души, не заключая ли прямо сейчас сделки с обманщиком, а взирать надо на Господа. Хитросплетенную паутину лжи бывает невозможно распутать, но она исчезает от света истины. Ложь во всех его формах и видах побеждается истины, а истина есть Христос. Мы наносим поражение злу не тогда, когда размахиваем кулаками, а когда ревностно стараемся быть угодными Господу нашему Иисусу Христу и делаем то, что он говорит. Сергей Худеев. Ну, будет столько ссылок на Священное Писание. Так, ну все, закончим. Субтитры создавал DimaTorzok Слава Бога, Господи! Слава Бога, Господи! Благослови, Господи, нашего пастыря, протерея Акима, сохраниво возвратись с миром. Добрый ангел-хранитель сопутствует ему. Благослови, Господи, спаси и помилуй болящих рабов Твоих, скорбящих, гонимых за веру, томящихся в узах, темницах за Слово Твое, милующих, питающих нас, подающих нам милостырю, всех православных христиан, посети милостью Твоей, и нас помилуй, милости Твоей ради. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.